Добрый вечер, друзья! Добрый, 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 добрый вечер! Смотрите, какая у меня красивая, какая мяско лосятенькая, да? Очень красивая! Правда, с небольшими такими прожилочками, но ничего страшного. Что-то захотелось мяса. Что приготовлю, пока не знаю. Но первым делом я его разрезала и, конечно, сейчас замариную. Возьму соевый соус, аджику острую, паприку, черный перец. Все замариную, немножечко отобью. Сначала отобью, потом замариную. Ну, а дальше потом подумаем, что мы сделаем. Смотрите, какая уже красота, да? Специи, сухой чесночок, специально не сырой, чтобы потом он не горел. Ну и, конечно, сейчас добавлю туда, к маринадику, лук. И пусть у меня маринуется. В лучшем случае, это часа два. Это, вернее, в худшем случае. А в лучшем случае, я думаю, что намного-намного подольше. Встречаемся? Ну что, друзья, мяско наше замариновалось. Оно прям такое, прям, знаете, прям, как хочешь шашлык сейчас делай. Но я подумала, что я сделаю другое. А что другое, сейчас я вам покажу. Я взяла свои соленые огурчики, порезала их вот такой соломочкой. Это у нас лучок остался от маринования. Взяла три помидорки, они замороженные. Ну, они сейчас быстро-быстро отойдут. Я их обдам кипятком, шкурка сойдет, и все будет замечательно. Картошечки взяла, четыре штучки, порезала вот такой вот, такими вот соломочками. Или как вот так. Ну, как уж так получилось. И, конечно, взяла свою любимую пасту. Астраханский ящик помидорок. Ну, здесь у нас 200 грамм. Я думаю, что мне придет, примерно нужно будет грамм 100. Так, ну что, ставлю свой любимый казан на огонь разогреваться. Вливаю растительное масло. Разогреваю хорошо. И обжариваю мяско. Запечатываю до крокосилой корочки. Мясо чуть-чуть обжарилось. Такие запахи стоят очень вкусные. Сейчас мы немножечко-немножечко присыпнем его немножко мучкой. И еще примерно где-то минуток еще пять попрожарим. Ох, как запахила камера. Мясо отодвигаем в сторонку. И добавляем протертые помидорки и томатную пасту. Обжариваем примерно где-то минуточек пять. Помешивая, чтобы у нас ничего не пригорело. Потом снова отодвигаем в сторонку. И добавляем огурцы, порезанные соломочкой. Ай, как аппетитно журчит. Прошло десять минут. Томатная паста с помидорами и с мясом у нас пообжарилась. Отодвигнули в сторонку. И добавляем огурчики солененькие. Причем свои солененькие. Ты знаете, какие хрустящие. Ой, какие вкусные. И еще немножечко обжарим. Где-то минуточек, может быть, десять. Зальем бульончиком. И будем, оставим в сторонке, будем на медленном огонечке тушить минут сорок. Мясо, огурчики, томатная паста, помидорки. Все подружилось, все обжарилось. А теперь мы берем у кого что, у кого просто бульон, у кого просто кипяток. Заливаем, чтобы покрыло наше мяско. И у меня бульончик. И на медленном огонечке тушим минуток сорок. Ой, простите. Сейчас все перемешаем. И у нас это будет тушиться минут сорок. Уже как красиво, правда? Краски яркие. От помидорок, от томатной пасты. Мясо обжарилось. В общем, вкусняшка будет, друзья. Пока у нас тушится мясо, тем временем берем сковородку свою любимую. И до полуготовности обжариваем картофель, который мы с вами порезали. А вы не забыли про маринованный лучок, который мы с вами мариновали? Теперь настала его очередь. Добавляем сюда картошечки. Обжариваем лучок. Соединяем с картошкой. Картошка с лучком дошла до полуготовности. Соединяем ее с мясом. И еще потушим минуток 10. Ну вот и все. Наша вкусняшка почти готова. Буквально за несколько минуток мы добавляем рубленый чесночок и травку. У кого какая? Можно кинзу, можно петрушку, можно... Да все, что хотите. Можно сельдерей. А у меня сушеные, но есть и такой укропчик. Ну я вот сегодня решила вот так. Ну что, давайте пробовать. Друзья, божественное сочетание вкусов. Соленый огурчик, мяско, томатики, картошечка с лучком. Как же это вкусно! Солененький огурчик и еще чесночок. Я вам всем советую готовить. Готовьте с удовольствием. Готовьте с душой. Оставайтесь с нами. Лариса и Сергей. Пока-пока. Оставайтесь с нами. Корректор А. Корректор А. Продолжение следует...